ПОЛИГОН Обновление 1.93 принесло в игру целую серию современных машин и получило своё название в честь одной из них. Встречайте, советский ударный вертолёт Ка-50, также известный как «Чёрная Акула». В воздух его поднимает пара соосных винтов, приводимые в действие двумя двигателями, каждый мощностью по 2200 л.с. Алюминиевая броня прикрывает кабину пилота и топливные баки. Кроме того, с трёх сторон кабина защищена бронестёклами толщиной 20 мм. Управляет машиной единственный пилот, а курсовое вооружение представлено скорострельной 30-мм пушкой. Но главное — это, конечно, подвесы. Визитная карточка «Чёрной Акулы» — управляемые ракетой «Вихрь». Они же и наше основное вооружение против наземной техники, равно как и против авиации. Дело в том, что эти ракеты оснащены неконтактным взрывателем. В сочетании с огромной дальностью полёта мы получаем идеальное оружие для охотника на вражеские вертолёты. «Чёрная Акула» может с лёгкостью уничтожить любую винтокрылую машину, с дистанции на которой встречно нас мало кто способен достать. А что с самолётами? «Вихрь» поможет справиться и с ними, причём как встречным курсом, так и при стрельбе вдогонку. В умелых руках он иногда может оказаться даже эффективнее, чем специализированные ракеты-игла класса «Воздух-воздух». У тех, впрочем, преимущество в автономности. После успешного захвата головка самонаведения направит ракету уже без нашего участия, позволяя отвлечься на другие задачи. Это более узкоспециализированное средство против воздушных целей, но взять их можно не более двух штук в комплекте с другим вооружением. В борьбе с наземной техникой наш выбор — это опять-таки «Вихрь». 12 ракет с дальностью пуска больше, чем почти у всех ЗРК в игре, позволяют держаться на безопасном расстоянии и уничтожать ничего не подозревающие танки врага. Если «Зениток» у противника нет, а «Птуры» закончились, пускаем в ход 30-мм пушку, подкалиберная лента которой с километра пробивает 72 мм брони. Этого с избытком хватит на любой современный танк, если смотреть на него сверху, со стороны крыши башни и моторно-трансмиссионного отделения. Та же пушка поможет и против истребительной авиации противника. Если вы всё же промахнулись ракетой с большой дистанции и противник стремительно приближается, очередь из крупного калибра поможет, если не уничтожить цель, то как минимум отпугнуть, отбив всякое желание лезть в ближний бой. Что касается других подвесов, в арсенале доступны 250 и 500-килограммовые бомбы, но бомбометание лучше оставить специализированной авиации. Она справится с этим не в пример лучше. И, наконец, есть 80 неуправляемых ракет с кумулятивной боевой частью, пробивающих до 400 мм брони. Они могут послужить хорошей добавкой к курсовому вооружению и существенно повысить огневую мощь вертолёта на близких дистанциях. Тактически, Ка-50 — одна из самых грозных винтокрылых машин в игре, эффективная против наземной техники и при этом способная постоять за себя в воздухе. Огромная дальность стрельбы позволит держаться на безопасном расстоянии от основных угроз, уничтожая вражеские цели ПТУРами. Опасаться стоит разве что топовых зениток с дальнобойными ракетами, в первую очередь американской АДАЦ. Ну и надо поглядывать по сторонам, чтобы не подарить лёгкий фраг вражеским истребителям. Швеция во Второй мировой войне сохраняла нейтралитет и наблюдала, и своего не упускала. Особенно по части технологий, поскольку нейтралитет неподкреплённой военной мощью может внезапно оборваться самым неприятным образом. Так что на наступление новой эры реактивной боевой авиации королевские ВВС Швеции отреагировали стремительно. В послевоенном мире было чем поживиться по части новейших авиационных технологий. От бывших специалистов Мессершмитта и Фокке-Вульфа шведам достались передовые наработки в области околозвуковой аэродинамики крыла с компромиссной стреловидностью. А Великобритания, немало поиздержавшаяся за годы войны, охотно продала технологию новейшего турбореактивного двигателя The Heverland Ghost с центробежным компрессором. Так что два главных слагаемых собственного передового реактивного истребителя у Швеции появились очень быстро. Оставалось решить многочисленные вопросы компоновки будущего самолёта. Тут опереться было не на кого. МиГ-15 и Сейбр в те годы ещё были на стадии проектов. Вдобавок, строго засекречены. Зарубежный опыт помочь не мог, но зато и не связывал руки специалистам СААП, позволяя реализовать те решения, о которых конструкторы ведущих мировых держав в те дни не могли и мечтать. Вот смотрите. Для большинства реактивных истребителей первого поколения характерен фюзеляж труба с воздухозаборником в носу. Но где-то посередине, как ни крути, нужно разместить кабину пилота. Канал приходится разделять надвое. А это искривление воздушного потока и, как следствие, неизбежное падение мощности турбореактивного двигателя. Шведы поступили проще. Взяли и вынесли кабину наверх. Да, у самолета появился характерный бычий лоб с повышенным лобовым сопротивлением, которое тут же скомпенсировало возросшая тяга. А вдобавок летчик получил существенно лучший обзор. Хвостовое оперение вынесли назад на специальной балке, чтобы укоротить фюзеляж и уменьшить длину канала воздухозаборника. Это позволило еще немного повысить эффективность работы двигателя. Возимый запас топлива получился небольшим. По дальности самолет вдвое уступал и «Мигу», и «Сейбру». Но, с другой стороны, зачем тактическому перехватчику в небольшой стране рекордный боевой радиус? Взлетел, сбил, приземлился. Будущий «Туннан» воплощал эту концепцию как никакой другой истребитель тех дней. Кроме того, конструкторы добавили твердотопливные ускорители для укороченного взлета с полевых аэродромов и автомобильных дорог. И форсажную камеру собственной разработки, не уступающую лучшим мировым аналогам. Ее установили уже на «Джей-29Б», вторую модификацию истребителя. Ну а что, под хвостом еще вон сколько места осталось. Неуправляемые ракеты, бомбы, ракеты воздух-воздух. С годами горбатый «Туннан» обзавелся приличным подвесным арсеналом. И это не считая четырех пушек. Сначала двадцатимиллиметровых британских «Хиспано-Марк-5», а потом и страшных тридцатимиллиметровых «Аден». «Туманный Альбион» охотно продавал все это нейтральной Швеции, готовой не пропустить армады советских бомбардировщиков с востока. «Джей-29» выпускался небольшими сериями, но в авиационном мире тех дней он, тем не менее, произвел фурор. И спустя несколько лет американский палубный истребитель FJ-4 «Фьюри», выросший из «Сейбра», тоже получил вынесенную над каналом воздухозаборника кабину и характерный горбатый профиль. Уж не на скромную лишь Швецию оглядывались авиаконструкторы знаменитой «Норд-Американ». А что до «Джей-29», то известно, что один меч в ножнах заставляет другой тоже оставаться в ножнах. И в условиях начавшейся холодной войны, с ее многочисленными провокациями и играми на грани, желающие испытать на прочность воздушный щит нейтрального королевства, в очередь не выстраивались. Что с той, что с другой стороны. Ну а мы напомним, что Saab J-29 Tunan буквально на днях появился и у нас в игре. Помимо своих летных качеств, он обладает еще одним неожиданным свойством. Все купившие его игроки со следующим обновлением получат доступ к полноценной шведской ветке с десятками уникальных самолетов. Кумулятивный снаряд — удивительное изобретение. Казалось бы, обычная взрывчатка с выемкой особой формы вдруг формирует направленную струю, при столкновении с которой даже сталь становится податливой и ведет себя подобно жидкости. Причем на параметр пробития не влияют ни дистанция стрельбы, ни скорость снаряда. В игре кумулятивы появляются уже на первом ранге. Самый ранний из них есть у японского резерва Ai-Go-Ko. Он еще очень примитивный, малого калибра и стабилизируется вращением, а не с помощью оперения, как на современных танках. Еще один интересный экземпляр первого ранга — штурм «Панцер-2», чей кумулятив скорее напоминает навороченный фугас и пока не очень годится для борьбы с бронированными целями. Период наиболее бурного развития кумулятивных боеприпасов пришелся на послевоенные годы. Основная задача, которую они были призваны решить, — это поражение тяжело бронированных противников с большой дистанции. Например, каморный снаряд американского М-46 не пробьет лобовую броню советских тяжеловесов даже в упор, а возможность зайти с фланга подвернется не всегда. Вот тут-то и пригодятся кумулятивные снаряды с легкостью пробивающие ВЛД ИС-3 с любого расстояния. Но не будем забывать, что любой кумулятив — это еще и фугас, в том смысле, что несет в себе приличную порцию взрывчатки. А значит, способен разрушить хлипкий корпус легкого танка, показавшегося из-за угла. Вот так. Или, например, с одного выстрела уничтожить надоедливую зенитку, которая пытается выбить вам ствол. Дальнейшие исследования и эксперименты показали, что образованию кумулятивной струи заметно мешает вращение снаряда. Вращение же было необходимо, чтобы придать этому снаряду необходимую устойчивость в полете. Но со временем конструкторы стали все больше предпочитать гладкоствольные орудия, а для стабилизации снарядов использовать хвостовое оперение. Это дало развитию кумулятивов дополнительный весомый толчок, позволив ещё сильнее повысить пробитие. Например, советский кумулятивный снаряд 3БК-15М, доступный в арсенале среднего танка Т-62М1, уже пробивает до 500 мм вражеской брони. Поскольку эффективность кумулятивного эффекта не зависит от скорости снаряда, он оказался очень востребован ещё в одном перспективном виде боеприпасов — противотанковых управляемых ракетах. Разогнать их до скоростей, сравнимых с ОБПСами, за счёт тягового двигателя нечего было и мечтать. Да и управлять ракетой на такой скорости было бы затруднительно. А вот с доставкой до цели кумулятивной боевой части она справляется отлично. Получился идеальный боеприпас, у которого и пробитие не падает с расстоянием, и точность попадания зависит разве что от расторопности оператора. Потрясающая эффективность управляемых ракет привела к тому, что в Советском Союзе даже построили чисто ракетный танк ИТ-1, вообще без классического орудия. С недавним обновлением в игру добавился весьма необычный снаряд М830А1, заслуживающий отдельного рассказа. Это подкалибер с кумулятивной боевой частью, оснащённой радиовзрывателем. Он доступен в боекомплекте Абрамса М1А2. Казалось бы, зачем делать кумулятив подкалиберным? Ведь главное, для чего созданы подкалиберные боеприпасы — это скорость, а она в нашем случае на пробитие никак не влияет. Всё верно, но скорость нужна ещё и за тем, чтобы точнее стрелять по далёким и быстро движущимся целям. К примеру, по вражеским вертолётам. Тем более, что прямое попадание тут не обязательно. С радиовзрывателем вполне достаточно не слишком сильно промахнуться. Взрывной волны от почти полутора килограммов тротилового эквивалента с головой хватит любому вертолёту. Получился оригинальный и весьма универсальный снаряд. Против наземной техники он работает как обычный кумулятив, пусть и не самый мощный. Зато при стрельбе по воздушным целям раскрываются другие его преимущества. Радиовзрыватель и скорость до 1410 метров в секунду, практически не оставляющая противнику, времени для манёвра. Широкое распространение кумулятивных боеприпасов привело к появлению средств динамической защиты. Срабатывая, они рассеивают кумулятивную струю, тем самым существенно снижая бронепробитие. Для преодоления такой защиты разработчики ПТУРов пошли на простую уловку. Последовательно разместили два кумулятивных заряда тандемом. Первый заряд заставляет сработать блок динамической защиты, а второй пробивает неприкрытый участок брони. В игре ракеты с тандемной боевой частью есть уже у двух машин. У противотанковой самоходки Штурм-С, а также у БМП-3, ещё одной новинке обновления 1.93. Вот, пожалуй, и всё, что мы хотели рассказать о видах кумулятивных боеприпасов и об их применении. Пора переходить к ответам на ваши вопросы, которые вы задаёте в комментариях. Первый вопрос прислал лазероид GD. Чем отличается безоткатное орудие от обычного? Привет, лазероид! Когда из ствола на огромной скорости вылетает снаряд, а следом — пороховые газы, закон сохранения импульса не оставляет орудию других вариантов, кроме как дёрнуться назад. Если же отвести часть газов в противоположном направлении, отдачу можно скомпенсировать, и орудие станет безоткатным. Правда, при этом возникает другая проблема. А что делать со струёй раскалённого газа, чтобы она не поджарила собственный экипаж? Поэтому, обратите внимание, безоткатные орудия всегда устанавливаются вне башни. Ещё один минус такой конструкции — невысокая начальная скорость снаряда, чтобы его импульс можно было компенсировать. А это, в свою очередь, неизбежно ограничивает эффективную дальность стрельбы. Пишет Аудиодюд. Каждый раз, когда смотрю, как ваш танк между сюжетами стреляет, испытываю дикую боль в груди. Мне, как 3D-моделеру, больно смотреть, как клипует маска орудия вашего танка. Привет, Аудиодюд. Спасибо за наблюдательность. Сколько раз вот смотрели, а так примелькалось, что не обращали внимания. Спасибо. Собственно, уже в этом выпуске мы подправили. Спрашивает Саша Соколов. А можно ли захватить точку в морских боях, посадив на неё самолёт? К примеру, Каталину. Привет, Саша. Конечно, да, приземлившись в пределах круга, самолёт может захватить морскую и даже наземную точку. Другой вопрос, получится ли её удержать. Авиация всё-таки эффективна в небе, а на воде она представляет собой малоподвижную мишень, легко уничтожаемую из любого вооружения. Зато в нашу пользу работает эффект внезапности. Гидроплан может появиться там, где его меньше всего ждали, захватить точку и улететь дальше по своим делам. Дмитрий Шворин интересуется. А зачем у некоторых самолётов тёмный лист металла на носу сверху и иногда на двигателях с внутренней стороны? Привет, Дмитрий. Для разнообразия отвечаем не мы, а пользователь Александр Джулай. Это не лист металла, а участок, покрытый тёмной матовой краской, чтобы пилоту в глаза не лезли солнечные зайчики. Отблески солнца от металла. Ну вот, всё так и есть. Спасибо, Александр, за совершенно правильный ответ. Неожиданный вопрос оставил Ярослав Албачев. Какой самый древний танк поныне используется в военных действиях? Привет, Ярослав. Это очень интересный вопрос, правда, ответить на него можно только приблизительно. Ведь больше всего мы, как правило, знаем о военных операциях крупных высокоразвитых стран. Из горячих точек ведут репортажи их корреспонденты, работают их съёмочные группы, ну и, соответственно, техника там участвует относительно свежая. А из конфликтов, где на поле выкатываются всякие древние раритеты, информации просачивается мало. Но вот, допустим, мы знаем, что в Йемене в начале года был случай, когда Птуром подбили Т-34-85. И пока что это ближе всего к ответу на ваш вопрос. И последний вопрос на сегодня прислал или прислала Шотка. У меня предложение. Сделайте женскую модель пилота или танкиста. Привет, Шотка. За предложение спасибо, но, кстати, женщины-пилоты в игре уже есть. Японским ударным вертолётом AH-1S «Кисаратсу» управляет женский экипаж из двух человек. Вот и всё на сегодня. Это был Полигон от Гайдзин Энтертейнмент. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и обязательно делитесь впечатлениями в комментариях. Увидимся ровно через неделю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!